Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и обещал, все мушки пока вяжем на самодельных тисках Норвайс. Этот фильм я изготавливаю специально, записываю вернее для четвертой книги, поэтому будет небольшое повторение, но все равно здесь имеется для многих полезная информация. Что мы будем делать? Мы с вами свяжем нашего бокоплава с использованием того материала, который мы с вами получили из лисы, из того даббинга. Поджимаем, ставим в удобное положение, поджимаем. В крючок я взял граб-шримп номер 12, так как мех у нас мелкий. И, как обычно, что нам понадобится? Это нитка белого цвета, клей. И мы будем использовать в этом фильме вакш, который я изготовил сам. Значит, рецепт находится в книге. Я его рассказывать вам не буду. В принципе, это ничем не отличается от того клея-карандаша, который имеется, за исключением определенных компонентов. Давайте мы теперь приступим к вязанию. И уже в процессе будет видно, что лучше, что хуже, что удалось, а что нет. Крепим нашу нить у колечка. Слегка проматываем. Можно не покрывать тело, так как не выравнивать. И стараемся дойти до загиба. Как вы видите, я оставил несколько больше места сзади, так как все материалы мы будем крепить здесь. Что нам нужно будет? Значит, самое основное. У бокоплава явно ярко выраженные передние и задние усы. Вот у меня шурин приволок кусочек перышка попугая, который линяет. Он где-то такого, немножко как желтоватого оттенка. Поэтому, смотрите, я беру вот приблизительно такую щепотку на такой крючок. Как? Вот держим и берем, просто отрываем вверх. Перекладываем в ту руку, которую будем крепить. Как вы видите, природный изгиб остался. Вымеряем нужную нам длину. Опять перехватываем. И теперь я по всей длине сперва подхватываю. Потом подровняем, это не страшно. Возвращаемся к месту, к нашему загибу. Смотрим. Меня вполне вот столько устраивает. Я буду периодически останавливать для фотографирования. Подхватили немножко. Теперь у нас также будет, как мы с вами начинали крепить материалы для нашего ручейника, Я также вот взял кусочек этой пленки полиэтиленовой из остатков теплицы, которая накрывается. Подхватили этот наш треугольничек. И теперь просто удерживаем немножко в натяжку. Следим за тем, чтобы не уволокли мы наш хвостик куда не нужно. Отлично. Еще немножечко придерживаем сверху ноготком. И вполне этого достаточно. Теперь смотрите. Перепроверили. Нормально, хорошо. Все нас устраивает. Убираем обратно. Не секрет, что для бокоплава, у которого имеется вот слегка оранжевая точка сзади, как его называют мои друзья, это уже яйцеклад. Поэтому, как я описывал и рассказывал в фильме, что мы должны сделать небольшой шарик, поэтому будем использовать вот наша такая оранжевая штапельная шерсть, которая продается в наборах для рукоделия. Можно ее приобрести и в наборах для валяния. Аккуратненько вот так проматываем, чтобы образовался у нас хороший вот такой шарик. Вот приблизительно столько будет достаточно. Оставшиеся, допустим, можно промотать, выровнять, можно удалить, если она нам будет мешать, потому что сверху мы будем уже закрывать другим даббингом. Все, оставили буквально небольшое место. И теперь берем, крепим нашу леску. Леску, как я всегда, или проволоку, использую где-то 0,12-0,14. Я небольшим вот таким шагом переступил и по всей длине опять подхватываю нашу леску. Леску уводим уже вниз. Оставляем точку, где мы будем делать сегментацию. И изготовим даббинговую петлю. Мы с вами изготовили даббинговую петлю. И теперь вопрос, что касается ваксы. Значит, рецепт клея, который я использую в качестве ваксы. И можно также это стандартный клей-карандаш, но немножко приготовленный по другому рецепту. Если вы сможете обратить внимание, вот на фильм, я думаю, камера сможет показать. Достаточно липкая и хорошая получилась у нас вакса. Сам по себе клей. Значит, мы с вами можем этот клей изготовить больше липким, меньше липким, средней консистенцией. Исходя из этого, мы можем работать как с мелким, так и с более крупным мехом. Понятное дело, если мы будем вязать мушку, допустим, на 18 номере, и вот я сейчас вам продемонстрирую. Добавим, сейчас мы подкрутим наши ваксы. Вот я беру и просто вот такими движениями не надо возить взад-перед, как большинство это делает. С таким клеем, ваксой, лучше, конечно, обходиться так. Вот, вполне достаточно. Как вы видите, образовались небольшие следы клея, поэтому я также пиродержатель, палец, пальцем расщепил нашу петлю, и теперь начинаю вот такими небольшими порциями вкладывать мех. Значит, сколько его, это уже чисто ваше будет решение, но чем меньше мы его вот так вот равномерно разложим, тем красивое и равномерное у нас будет тело. Мы с вами изготовим нашего бокоплава двухцветным, так как немножечко ближе к голове, добавим немножечко темнее оттенка. Вот и все. Как вы видите, я на нижнюю часть нанес, держится достаточно хорошо, никуда, вот я стучу, дергаю, никуда наш мех хоть вниз, хоть вверх не падает, достаточно хорошо этот клей-карандаш вакса держит. Закрываем нашу петлю, прокручиваю я теперь против часовой стрелочки, стараюсь, буду я руками, потому что нить очень тонкая и легко ее будет нам повредить. Оторвется очень-очень быстро, и это уже проверено. Подровняли все наши небольшие неровности, и у нас вышла вот такая даббинговая нить, веревочка своеобразная. Значит, можно использовать ротори, ну я обычно начинаю без этого, и аккуратно вот так вот руками все волокна начинаем убирать в сторону загиба. Если по каким-либо причинам вот не хватило, мы с вами, как в моем варианте, промотаем только половину тела, не расстраивайтесь, потому что и не делайте сразу необходимой длины петлю. Честно вам скажу, ужасно неудобно будет работать. Значит, что мы дальше делаем? Берем, теперь закрепим опять нашу нить. Можно делать даббинговую петлю, можно нет. Я обычно всегда вот таким движением закрепил, убрал. И учитывая то, что мы его будем с вами делать двухцветным, я подобрал немножечко, да, переставим в удобное для нас положение крючок. Опять подожмем. И теперь смотрите. Вот буквально там, где видно хорошо свинец, эти вот 2-3 миллиметра, я не дойду над нашим серым этим даббингом с лисы. Вот как вы видите, вот так вполне достаточно. Технику изготовления даббинговой петли я здесь не рассматриваю. Значит, я беру кусочек, опять же наношу. Не делаю даббинговую петлю, а наношу так. Мех наш хорошо держится, меня вполне очень устраивает. Рецепт, извините, к сожалению, я не могу указать в фильме, так как это все для книжки. Себестоимость, сразу скажу, меньше в 10 раз, чем стоит коробок спичек. Вот я, как вы видите, подготовил. Можно прокручивать, можно не прокручивать. Но учитывая то, что у меня нить тонкая, я немножечко прокручу рукой, но этого вполне достаточно, что я пальцами подкрутил. И начинаем опять наше тело дальше формировать. Как вы видите, хорошо укладывается наш даббинг, без всяких бугорков, ровненько. Это наша подшерсток нашей лисы. Как я писал в книге и объясняю в фильмах, обязательно следите за тем, так как даббинг наш может распускаться. И если вы видите вот определенные места, которые можно пройти еще, значит, мы по ним проходим пару-тройку раз. Это не возбраняется. Годится. Опять переставим немножечко в удобное для нас положение. Поднимем чуть выше наш крючок. И вот эту часть, значит, можно делать с точкой атаки, можно не делать. Кто добавляет оранжевое, красное, зеленое, желтое, я это буду делать уже с подшерстка более мягкого собаки, своей домашней. Можно использовать и кота, и с кошки вашей. Как вам будет удобно. Вот у меня здесь специально вот такой вот, как видно, кусочек, вот он мех. И с него мы будем потом также надергивать лапки. Можно его и не делать. Ну, я обычно всегда стараюсь там, где голова и у животного, у насекомого нашего, и ракообразного этого, также имеются свои отличия в грудках. Поэтому можно и однотонный делать. Ну, я больше предпочитаю его сделать таким. Будет более удобно нам и лапок надергать, да и привлекательность будет больше. Все. Не доходим, как вы видите, до колечка. Теперь смотрите. Нам еще нужно поднять выше наш крючок, так как сейчас будет ответственный момент. Мы будем крепить с вами материал. А для того, чтобы он более ровно у нас закрепился, мы должны выставить с вами параллельно плоскости, чтобы у нас был здесь перпендикулярный угол. Значит, я обычно могу сейчас закрепить передние усы, или потом уже, когда закончу с пленкой. Как будет удобно кому, поэтому так и решайте. Можно раньше, можно вообще перед даббингом. Точно так же. Я, так как у меня это перышко, оно равностороннее относительно, я с другой стороны беру такое же количество. Подровнял его, беру за волоски, и вот так вот теперь отдергиваю вверх. Так, смотрим, в какую сторону у нас изгиб. Подготавливаем перо, переворачиваем. И у нас вышло, замеряем наши усы. Приблизительно вот столько мне будет достаточно. Теперь смотрите, как вы видите, я подвел нить и зажал ее пальцами, вот она у меня свободна, и материал. Я опускаю вниз, и только после этого поднимаю вверх, это называется притяжная петля. Отпускаю нить, перо я держу. Вот так. Раз, опять зажал, опять опустил вниз, опять поднял. Притяжными петлями у нас, наше перо мы никуда не утаскиваем. Немножечко подправили, как нам удобно. Теперь для красоты и удобства, что я делаю? Я перевожу нить вперед, чтобы наши усы хорошо торчали. Я беру, здесь проматываю белой нитью. Так, оголовка у нас будет темная, мне необходимо нить подкрасить. Также беру белую мою нить, не меняю, черным спиртовым маркером подкрашу 15 приблизительно сантиметров. Закрываем нашу ваксу, клей и сделаем теперь пару снимков для книжки. Продолжаем дальше. Берем нашу теперь иголочку медицинскую, клей и буквально совсем немножечко я наношу на саму нить. Буквально совсем немножко. Стараюсь промотать как бы в одной точке, чтобы не сильно двигаться к даббингу. И вот этого вполне достаточно для того, чтобы мы могли закрепить наши перышко. Отрезаем, удаляем остатки. Что нужно? Ничего не трогаем. Берем теперь, мы не подкрашиваем, так как бокоплав у нас серый. Я для удобства, чтобы мне легче было работать, беру вот мех удаляю, убираю вниз. Получается вот такая конструкция. Беру нашу пленочку, следим за тем, чтобы она у нас равномерно распределилась. Удерживаю вот так в натяжку, так как клей пока не высох, это для меня очень хорошо, мы закрепим нашу пленку. теперь смотрите, я удерживаю, еле-еле вот так вот бросил катушку, но пленку держу в натяжку, потом только вот так подтяну. Второй оборот я делаю туже, перехватываю нить, и теперь уже опять в этой же точке я пару-тройку оборотов выполнил. теперь если мы переломаем вверх, вот у нас наши усы остались так как положено, до колечка мы добираемся нормально, как видно, и закрепим, потом леской будет неудобно, поэтому я пока не трогаю, опять совсем-совсем немножечко нанесу клей на нить, и опять здесь два-три сколько сколько у вас получится, четыре у меня нить тонкая, поэтому я делаю больше, и для того, чтобы моя нить мне уже никуда не убежала и не мешала, я просто делаю, можно отвести, но я, чтобы мне было удобно, я ее удалю, потому что мне неудобно будет снимать фильм. Закрепили. для качественного выполнения сегментации нам нужно наш крючок убрать и поставить так, чтобы он был параллельно плоскости губок, тогда только лишь мы сможем более-менее нормально контролировать весь процесс, перепроверим еще раз, поправим нашу пленочку, вот меня все устраивает, посмотрите, видите, она равномерна слева, равномерна справа, так что меня устраивает абсолютно все. Теперь я просто беру, слегка увлажнив пальцы, увожу эти бородки, я попробую повторить так, чтобы вам было видно, но вообще поворачивается крючок к себе для того, чтобы было удобно тянуть. Рассказываю, вот смотрите, видите, я поднимаю леску, я только лишь захватываю часть даббинга, который мы с вами намотали, я вот его убираю, чтобы он у меня не тянулся леской, убрали, находится как раз там, где наш шарик, очень удобно сегментировать, значит, смотрите, я не тяну ни полиэтилен, ничего, у меня он находится снизу, если бы мы закрепили его так, как вот с даббингом, то мы бы первым витком просто бы потянули, а так, как вы видите, вот раз, я набросил, я пока не подтягиваю, вот я должен леску строго вниз, чтобы у меня усилие, как я вам говорю, было под прямым углом, вот смотрите, видите, вот теперь я только ее могу подтягивать до любого усилия, у меня никуда не тянется пленка, полиэтилен, не имеет значения, какой материал, опять подровняли, убрали наши все волоски, какие есть, вот этот шаг мы только делаем снизу, не сверху, сверху мы все время заходим прямыми, под прямым углом, вот такими линиями, вот видите, опять зашли, я теперь только лишь, вот я беру и начинаю подтягивать, никуда у меня не уходит, теперь, так как у меня, допустим, леска уже более-менее проверена, можно с большим усилием, опять же, помогаем себе, чтобы не было захвачено у нас даббинга, следим за тем, чтобы шаг у нас был равномерный, опять подвели, прожали, подтянули, теперь, что нужно еще сделать, вот смотрите, мне здесь немножко неудобно, мне бы желательно поднять крючок вверх, я держу натянутой леску и переставляю себе крючок, так как мне удобно, я уже его могу поставить выше, все, вот у меня теперь будет грудка, головка, мне более-менее здесь удобно, опять убрали, как вы видите, достаточно хороший удобный инструмент, вымеряли шаг, опять подтянули, опять, если, вот как у меня, вы видите, есть такая скучность материала, я беру просто даббинговой иглой, его разделяю, чтобы один материал другой не утянул, и мне достаточно удобно так работать, выполнили еще один оборот, разделим наш даббинг сразу, и теперь, дойдя до места, где мы с вами закрепили полиэтилен, я увожу материал, чтобы мне не мешал, и в этом месте делаю два-три вот оборота, удерживаю в натяжку, беру нить, ну, у меня опять под рукой моя белая, вы можете взять другую, которую вы будете уже выполнять, завершающий узел и формировать головку, подкрепили, теперь смотрите, я беру отрезаю леску, она у меня уже никуда не убежит, вполне достаточно, но для более качественного крепления материала, потому что там полиэтилен, там полиэстер, и нитка такая же, вот все у нас скользит, я нанесу немножечко клей, больше нам уже он не нужен, убираем, подкрасим нашу нить, и теперь в натяжку я беру, переломываю наш материал, и хорошо проматываю в одной точке, годится не за один раз, начинаем вот так раз, тихонечко, два, потом только лишь можно его оторвать, крючок я переставлять не буду, так как мне более удобно, повторяю, все выполнять операции вот с головкой, если мы ее наклоним, у нас нитка будет постоянно соскальзывать под углом с этого, а так получается у нас все время прямой угол, и за счет этого у нас нить никуда не скользит, теперь смотрите, я могу вот этот оставшийся полиэтилен с пленкой под лицо использовать, могу оставить вот так, как он есть, не меняя, годится, все, этого вполне достаточно, усы у нас есть, задний хвостик отлично, все отлично, теперь делаем завершающий узел, и нанесем буквально пару капель лака, если видно вот так на просвет, то есть вроде бы как бы достаточно, я не трогал, не расчесывал, всего лишь вот, как мы в процессе вязания проходили щеткой, этих длины, этой длины вполне достаточно, значит, если по каким-либо причинам для вас, ну, они там длинные, я обычно всегда вот так беру, не ножницами, потому что привлекательность потом нашего бокоплава немножечко теряется, и оставляю такое количество, вот какое у нас есть, и теперь убираем, ставим его в положение для просмотра, вот, у нас с вами вышел вот такой бокоплав, как вы видите, достаточно симпатичный со всех сторон, работать будет везде, серый, немножечко подмокнет, и будет достаточно уловистым, вот и все, друзья, благодарю вас за внимание, до скорых встреч!